Хатли Мы с тобой Мы с тобой Знаем, кто герой Знаем, кто герой Наш Хатли Отважный Хатли И его друзья И его друзья И разгадает любой секрет без труда Невероятное расследование котенка Хатли Кто закажет пиццу? Режиссер Кен Каннингем Автор сценария Боб Ардель О, отлепляйся Давай же, ну Привет, Пипина Что делаешь? Снимаю наклейки со своей машины Зачем? По-моему, кусочки пиццы смотрятся на ней просто замечательно Я решил закрыть свою пиццерию Пицца никому не нужна Мы обожаем пиццу Это очень вкусно За последнюю неделю Только вы в Долграде заказали у меня пиццу Больше не было ни одного звонка Ни от кого Правда? Странно Неужели все жители города в одной части разлюбили пиццу? Ты прав, Лоли По-моему, здесь какая-то тайна Свежие новости Долграда С вами Жук Багл И я снова в гуще городских событий Сейчас я расскажу вам о загадочной проблеме пиццерии Пипина Которая вдруг потеряла свою популярность Это так? Хакли? Да, Жук Багл Почему-то все вдруг перестали заказывать у Пипина пиццу Это очередная тайна Долграда И мы ее раскроем Да, да, точно Готовы и начали! Кто, что, где, как? Кто, что, где, когда, как? Кто, что, где, когда, как? Вместе с Хакли Мы найдем ответ Кто, что, где, когда, как Разгадаем Кто, что, где, когда, как Мы с тобой любой секрет Кто, что, где, когда, как Кто, что, где, как Кто, что, где, когда, как Вперёд, друзья! Ну что, шудастся ли Хакли и его друзьям разгадать тайну пиццерии? Не переключайтесь, смотрите нас! С вами был Жук Багл, увидимся в следующем выпуске! До встречи, пока! С чего же мы начнём наше расследование, Хакли? Надо заглянуть в пиццерию Пипино! Идём! Тут полным ходом идёт ремонт! Никому не проехать! Вот почему у тебя не стало клиентов! Им просто некуда ставить машины! Нет, клиенты не приезжают в пиццерию, А звонят мне по телефону, И я доставляю пиццу прямо на дым! Хм, а я уж было подумал, что тайна разгадана! Нужно искать другую причину! А что это такое? Похоже на большую толстую змею! Ух ты, какие красивые проводки! Это телефонный кабель, его случайно выкопали рабочие! Ага! Должно быть они повредили линию, И теперь в пиццерию никто не может дозвониться! Нет, линию починили на прошлой неделе! О нет, мы опять пошли по ложному пути! Пипина, а ты случайно не менял рецепт приготовления своей пиццы? Верно, Салли! Может, клиентам просто не понравился новый вкус? О нет, мои пиццы такие же вкусные, как и всегда! Можете сами попробовать! Ух ты! Как вкусно! Лучшая пицца на свете! Не ел ничего вкуснее! Ох, мне будет не хватать моей пиццерии! Не отчаивайся, Пипина! Как только мы разгадаем тайну, У тебя снова не будет отбоя от клиентов! А, возможно, даже и раньше! О, да! Пиццерия Пипина! Лучшая пицца в городе! Гордон! Нет, вы не туда попали! Здесь нет никого с таким именем! До свидания! Телефон точно работает! Всю неделю мне звонят и спрашивают какого-то Гордона! А что, если поменять вывеску на пиццерию Гордона? А? Я просто предложил! Вам нравится моя пицца, но это вовсе не значит, что она должна нравиться всем в городе! Есть только один способ проверить! Прокатимся по Делграду и спросим жителей, нравится ли им твоя пицца! Конечно, Хакли! Устроим опрос общественного мнения! Привет, Спарки! Сквирти! Привет, Салет! Привет! В чем дело? Я провожу опрос! Хочу узнать, сколько жителей Делграда любит пиццу! О, это просто! Двести семьдесят шесть жителей! Нет, мне кажется, триста двадцать четыре жители любят пиццу! Вам не нужно угадывать! Просто скажите, вы сами любите пиццу или нет? О, это легко! Я люблю пиццу! Конечно! И я люблю пиццу! Отлично! Еще два! Да! Я люблю пиццу! Ммм, пицца! Обожаю пиццу! Пицца, это вкусно! Динь-динь-динь-динь-динь-динь-динь! Что происходит? Мы спрашиваем у всех в Делграде, любят ли они пиццу! Я люблю пиццу! Пицца, это вкусно! Особенно с сыром и огурчиками! Ты ошибаешься, Баф! Самая вкусная пицца с помидорками! Вот и ешь сам свои помидорки! Ладно, следующий вопрос! А где вы покупаете пиццу? Раньше мы заказывали ее в пиццерии Пипина! Но в последнее время он стал очень грубым! Грубым? Странно! Миссис Макджеликади тоже так сказала! Я опросила 18 любителей пиццы, и 5 из них сказали, что Пипина грубил им по телефону! Когда мы позвонили ему на прошлой неделе, он сказал, чтобы мы готовили пиццу сами! И повесил трубку! Ничего не понимаю! Пипина всегда так вежливо разговаривает по телефону! Мы сами его слышали! Нам он нагрубил! И нам пришлось есть салат! Нет, мы ели рыбу с картошкой! Салат! Рыбу с картошкой! Салат! Теперь нам ясно, что в Долграде живет много любителей пиццы! Просто им не нравятся манеры Пипина! Готовьте пиццу сами, и хватит мне звонить! А вот и грубиян! По-моему, сегодня мистер Гронкл превзошел сам себя! Здравствуйте, мистер Гронкл! Все в порядке? Нет, не в порядке! У меня не переставая звонит телефон! Все постоянно хотят пиццу! А я терпеть не могу пиццу! Я бы не стал ее есть, даже оставшись без еды на Северном полисе! Эй, минутку! Кажется, начинаю понимать! Мистер Гронкл, когда вам начали звонить и спрашивать про пиццу? Неделю назад! Ага! И вас зовут Гордон, правильно? Конечно! Но какое это имеет отношение к телефонным звонкам? Большое! С вами Жук Багл и последние новости Долграда! Хакли, удалось ли тебе приблизиться к разгадке тайны непопулярной пиццерии? Да, Жук Багл! И сейчас я вам все расскажу! Сначала мы попробовали пиццу, чтобы проверить, не изменился ли вкус. Просто объедение! Верно! Потом мы спросили жителей Долграда, любят ли они пиццу! Оказывается, пиццу любят все! Но когда они звонили в пиццерию, то вместо дружелюбного Пипина им отвечал грубый голос мистера Гронкла! Пипина рассказал, что на прошлой неделе ему как раз починили телефонную линию. Именно после этого ему и перестали звонить клиенты! А, получается, рабочие перепутали телефонные провода? Именно! Люди звонили в пиццерию, а попадали к мистеру Гронклу и наоборот! Похоже, тайна раскрыта! Ха! Почти! Осталось вернуться к месту прокладки дороги и все проверить! Прошу, исправьте это поскорее! Перепутали провода? Да, это возможно, ведь в Долграде их тысячи и тысячи! Как вы их различаете? Мы используем провода разных цветов! Я чинил этот телефонный кабель на прошлой неделе! Хм, сейчас посмотрим! Видите? Зеленый с зеленой, а желтый с желтым! Розовый с розовым, оранжевый с оранжевым! Ага! Красный с фиолетовым, а фиолетовый с красным! Точно! Я их неправильно подсоединил! Красный-то должен быть с красным! А фиолетовый должен быть с фиолетовым! Правильно, Селли! Я починю все быстрее, чем вы успеете сказать Здравствуйте, это пиццерия Пипина! Лучшая пицца в городе! Здравствуйте, это пиццерия Пипина! Готово! О, так быстро! Теперь нужно все проверить! Просто позвонить в пиццерию Пипина, вот так! Звоним! Только не закрывайте пиццу, если ответит мистер Гронкл, а то он разозлится! Здравствуйте, я могу заказать у вас самую большую пиццу в Делграде? Это Пипина, по-моему, счастлив! Получилось! Ура! Всегда рад помочь! И с вами снова Жук Багл! Любители пиццы могут быть спокойны! Тайна непопулярной пиццерии, наконец, раскрыта! И все благодаря Хакли! Это не только моя заслуга! Мы все делали вместе! Точно! Тайна раскрыта! Вместе с Хакли мы старались, эту тайну раскатали и нашли ответ! Ура! Кто заказывал большую пиццу? Вот это да! Вот это да! Я чувствую запах огурчиков! И вкусного сыра! Е-е-е! Самая большая пицца в Делграде вам в подарок! Спасибо вам большое! Не за что, Пипина! Бить больше, чем пиццу, я люблю только разгадывать тайны! Хотя, если подумать, твою пиццу я люблю больше! Это точно! Смешное пугало Режиссер Кен Каннингем Автор сценария Пит Саудер Все готовы отправиться на ферму мистера Патрика? Конечно! Но предупреждаю На мне новая кроссовка! У нее двойная резиновая подошва Так что теперь я бегаю быстрее! Готовы? На старт! Внимание! Марш! Эй! Так не честно! Не честно! Я выиграл! Ура! Мы готовы ложиться спать! Что-то вы сегодня рано Мы только что пообедали Обычно спать ложатся вечером Знаем, мы просто не хотели опоздать Не хотите поехать с нами на ферму? Нам надо забрать кукурузу Обожаю кукурузу! Дальше больше, чем пиф! А вот и нет! Я люблю кукурузу сильнее А я быстрее всех! На старт! Внимание, Марс! Мы с вами! На старт! Внимание, Марс! Лоли снова выиграл! Точнее, его новая быстрая кроссовка! Эй! Посмотрите на пугало! Ха-ха-ха! Оно совсем не страшное! Какое-то смешное! Правда? Смешное? Да! Никогда не видел такого смешного пугала! Ха-ха! Ах! Пугало должно отпугивать ворон! А это даже мухи не напугает! Ха-ха-ха! Оно шевелится! А-а-а-а! Поросята точно бегают быстрее, если их напугать! Точно! Мне их не догнать даже в своей новой быстрой кроссовке! Ха-ха-ха! Поросята, вернитесь! Пугало не шевелилось! Это просто ветер! Мы и так и знали! Такое смешное пугало никого не может напугать! А тем более нас! Ну что ж, кукурузу мы собрали! Пора домой! На старт! Внимание, марш! Хе-хе-хе! Ай! Эй! Так не честно! Хе-хе! Тяжелый выдался день! Пора спать! Спокойной ночи, Лоули! Спокойной ночи, Хакли и Поросята! А-а-а! Спокойной ночи, Лоули и Хакли! Спокойной ночи, Поросята! А-а-а! Хакли, Лоули! Бафф! Бафф! Слышишь этот звук? Да! А-а-а! А-а-а! Это не пугало! Это всего лишь ветка колышется! Хе-хе! А с чего вы решили, что это пугало? Хе-хе-хе! И не могут разгуливать без своего шеста! Хе-хе! И успокойтесь! Солома совсем как у пугала! Значит, пугало было здесь! А-а-а! Уверен, пугала здесь не было! Хм! Ну, откуда взялась эта солома, я не знаю! А это значит, нам предстоит... Раскрыть очередную тайну! Сверху новую силу! Жук Багл, как всегда, на своем посту... Днем и днем и днем! Ты как раз вовремя, Жук Багл! Перед нами снова тайна! Мы должны выяснить, откуда взялась эта солома и раскрыть тайну смешного пугала! Жук Багл? Да! Готовы! Начали! Кто, что, где, как? Кто, что, где, когда, как? Вместе с Хакли Мы найдем ответ Разгадаем Мы с тобой любой секрет Кто, что, где, когда, как Кто, что, где, как Кто, что, где, когда, как Вперёд, друзья! А, что? А, да, оставайтесь с нами днём и ночью Пока, до встречи Ну что ж, друзья, значит, утром мы отправимся на ферму искать улики А это пугало намного страшнее, чем мы думали раньше Похоже, оно разозлилось Смотрите, пугало там же, где было вчера То есть оно не двигалось Ясно вам? Видите, оно сделано из старой одежды и набито соломой Оно не может ходить О, нет, смотрите, вот следы его ботинок Наверняка следы ведут к добу Хатли Сейчас узнаем Надо просто проследить На старт, внимание, Марс Мы с вами! Следы ведут не к дому, а к ферме поросёнка Патрика И к его ботинкам Привет, рад вас видеть Вы забрали свою кукурузу? Да, спасибо А чем вы занимаетесь? Чьи ещё ботинки К ним постоянно прилипает грязь из солома А вы что делаете? Пытаемся раскрыть тайну Вы никогда не слышали, чтобы пугало могло двигаться само по себе? Нет, но я бы от такого не отказался Тогда бы мне не пришлось переносить его с одной грядки на другую Получается, это следы от ботинок фермера Патрика, а не пугало Но мы не знаем до сих пор, откуда у Хатли дома взялась солома Ты прав, но лучше отложить расследование до утра Уже пора ложиться спать А что, если пугало снова решит нас напугать? Я кое-что придумал Попробую угадать Вы боитесь спать одни, поэтому снова хотите остаться у меня Пожалуйста Хорошо Конечно Доброе утро Сегодня пугало не приходило к вам? Нет, я только слышал, как он храпел Не я, а ты Ну нет, это ты А, солома! Я думал, мы всё убрали Так и есть, это новая Пугало снова приходило ночью Может лучше вернуться на кукурузное поле? Поискать улики? Нет Извиниться перед пугалом за то, что мы его дразнили Пугало исчезло Ай! Я же говорил, что оно может ходить Скорее за пугалом! На старт внимание! Марш! Пугало не могло гулять само по себе Это фермер Сил пугало Носил его на плече Пришла пора отпугивать птиц Ягодных грядок Привет, ребята! Здравствуйте! Что случилось? Лоли, почему ты так скачешь? Ой, у меня к подошве прилип огромный лист К резине постоянно что-то прилипает Все равно, поросята будут рады узнать, что ты не двигалась само по себе Да Но как ко мне в комнату попала солома? Минуточку Раз у Лоли в подошве застрял лист, то вполне возможно Ага, по-моему, я знаю ответ Хаклик, какие новости в Долграде в это ясное солнечное утро? Удалось раскрыть тайну смешного пугала? Да, Жукбагл, я понял, как солома попала ко мне в комнату Да? Ее принесло пугало? Нет, Жукбагл, это был Лоли Что? Я ничего не приносил Ты нет, но твоя кроссовка, да Кроссовка? Как? Сейчас я все объясню Как раз в тот день, когда мы ходили на поле к фермеру У Лоли появилась новая кроссовка На следующий день мы обнаружили у меня в спальне солому Поросяты подумали, что это пугало Тогда мы вернулись на поле к фермеру Но пугало исчезло Оказалось, что фермер Патрик перенес его на другую грядку Рядом с пугалом были листья и солома, которые прилипали к подошве Лоли Так солома и попадала ко мне в спальню Ведь у твоих кроссовок толстая резиновая подошва Да И к ней постоянно что-то прилипает Да Поэтому я и подумал, что солома прилипла к твоим кроссовкам, а потом оказалась у меня Давайте проверим это Да, солома! Хакли был прав! Вместе с Хакли мы старались Эту тайну рассказали И нашли ответ Да здравствует Хакли! Все равно нам кажется, что ты выглядишь смешно Но лучше пусть пугало будет смешным, чем страшным Да уж По мотивам произведений Ричарда Скерри Продюсер Кристин Дэвис Композитор Карл Леннекс Фильм дублирован по заказу ЗАО Первый канал Всемирная сеть Редактор субтитров А.Семкин